Так, началось утро в детском саду Василек. Все по часам. Задача пожарных прибыть до того момента, когда условное облако хлора дойдет до поселка Уташ и установить водную завесу, чтобы газ оседал в виде соляной кислоты, которая уже не токсична. За выигранное время воспитатели собирают две группы. Вместе около 50 детей и провожают их в автобусы. Как говорят в детском саду, родители предупредили, детей подготовили. Лучше быть готовыми к чему-то худшему, а хорошее придет само. В прошлом году не было в таком масштабе. Не дождались дядю МЧСовца, которого мы им обещали. Они очень расстроились. В этом году старшая группа особенно. Они очень довольны, очень рады. И дети ведут себя хорошо. Для них это игра и в то же время они понимают всю серьезность обстановки. Тем временем основные силы устанавливали водную завесу в районе водозабора. Оказывали помощь пострадавшему персоналу, которые первые ликвидировали утечку. В штабе отметили, что все действия были выполнены в расчетное время. Понравилась работа по детскому саду. Больше времени у нас заняло это именно подход техники до начала постановки завесы. Сначала постановки завесы надо будет ответить потом по управлению образованием, но это мы сделаем. Детишки были подготовлены, персонал подготовлен, марлевые повязки есть. На случай, если вдруг прекратилась бы водяная завеса, органы защищались, дисциплинированно в автобусы садились, автобусы подошли, подняли. Паники никакой не было, нигде ничего. Поэтому персонал подготовлен. Считаем, что на 55 ребятишек 15 человек личного состава взрослого вполне нормативы хорошие. Водозабор – один из жизненно необходимых городу объектов, вместе с тем требующий повышенного внимания. О результатах учений сообщат в управлении Ростехнадзора по Южному федеральному округу.